здравствуйте меня зовут кирилл и тема сегодняшнего урока перестановки сегодня нам нужно узнать что же такое перестановки и как найти число перестановок начнем с определения перестановки это простейшая комбинация которую можно составить из элементов конечного множества пока не очень понятно давайте разберемся на примере у нас есть три друга васику или пете они пришли на экзамен по математике и выбирает в каком порядке пойдут отвечать сколькими способами можно распределить их по порядку ответ давайте для простоты обозначим их по заглавным буквам имен в к и п если отвечать первым идет вася то у нас получается два варианта в пк и вкп то есть идут отвечать вася коля петя или вася петя коля далее если идет первым часть коля то нас тоже получается два варианта либо к в п либо к п в ну и по аналогии если первым идет отвечать петя то у нас получается два варианта пк в и п вк таким образом у нас получается всего шесть вариантов как они могут пойти отвечать на экзамен давайте сформулируем определение более понятно перестановки из-за н элементов это каждое расположение этих элементов в определенном порядке число перестановок из н элементов обозначают вот таким символом п с индексом н читается как п из н давайте посмотрим как можно найти число перестановок без полного их перебора мы уже знаем что п из 3 равно 6 попробуем получить такой же ответ с помощью других немного рассуждений допустим у нас есть три элемента и нам нужно найти число их перестановок на и у нас вот есть три места куда можно эти элементы поставить на первое место можно поставить три элемента но у нас они все есть далее мы На первое место какой-то элемент уже поставили. На второе место у нас остается 2 элемента. Ну и наконец у нас остается только один. Мы его можем поставить на третье место. Таким образом, чтобы найти число перестановок, нам нужно перемножить количество вариантов установки каждого элемента на свое место. Мы перемножаем. И у нас получается, что число перестановок равно 6. Точно так же, как в варианте с перебором. Давайте выведем общую формулу для нахождения числа перестановок из n элементов. Допустим, у нас есть n элементов и n, соответственно, места для них. На первое место мы можем поставить любой из этих n элементов. Потом на второе место мы, соответственно, уже можем поставить n-1 элементов, потому что 1 поставили на первое место. Аналогично на третье место мы можем поставить n-2 элементов, так как первые 2 мы уже установили на места. И так далее. На последнее место у нас всегда остается один элемент. Получается, что количество перестановок из n элементов, то есть p из n, равно произведению n на n-1 на n-2 и так далее до единицы. Или, если перевернем эту запись, получается, что p из n равно 1 умножить на 2 умножить на 3 и так далее умножить на n. Поскольку количество элементов это натуральное число, для произведения первых n натуральных чисел используют специальное обозначение n и восклицательный знак. Читается как n факториал. Таким образом, число перестановок из n элементов, p из n, равно n факториал. Давайте воспользуемся этой формулой. Нам нужно знать, сколькими способами можно расставить 5 участников соревнований по 5 стартовым дорожкам. Число способов равно числу перестановок из 5 элементов. Таким образом, нам нужно найти p из 5, то есть 5 факториал. Даже чтобы найти 5 факториал, нужно перемножить 1 на 2 на 3 на 4 на 5. Перемножим, у нас получится 120. Значит, существует 120 способов расстановки спортсменов. Давайте посмотрим еще один пример. Нам нужно знать, сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 3 и 5. При условии, что цифры не должны повторяться. Для начала, из цифр 0, 1, 3 и 5 можно составить p из 4 перестановок. Однако, цифра 0 не может стоять на первом месте. Поэтому нам сначала нужно найти количество перестановок из 4, и потом вычесть из числа перестановок из 4 число перестановок из 3. Соответственно, все варианты, где 0, будет первая цифра. Получается, что нам нужно найти p из 4 минус p из 3, то есть 4 факториал минус 3 факториал. Здесь удобнее посчитать. 4 факториал это 24, а 3 факториал это 6. Получается 24 минус 6, то есть 18. Итого можно составить 18 таких чисел. Далее рассмотрим вот такую задачу. Наши друзья Вася, Коля и Петя и их одноклассники после экзамена пошли, еще четверо одноклассников после экзамена пошли в кино. И хотят сесть на первый ряд, но Вася, Коля и Петя хотят сидеть вместе. Нам нужно узнать, сколько есть способов их рассадки, с учетом того, что в первом ряду 7 мест, то есть ровно по количеству ребят. Для начала нам нужно рассмотреть, как они могут сесть, Вася, Коля и Петя, относительно остальных. Для этого мы будем рассматривать их как одно целое. Получается на первом ряду, в котором у нас уже теперь 5 мест, должны сесть четверо одноклассников и компания из Вася, Коля и Петя. То есть нам нужно найти количество перестановок из 5 элементов. То есть P из 5. Далее, для каждой такой перестановки Вася, Коля и Петя могут меняться местами. Соответственно, мы должны еще найти количество перестановок из 3. И далее перемножить количество перестановок из 5 на количество перестановок из 3. Таким образом, у нас получается это 5 факториал умножить на 3 факториал. То есть это будет 120 на 6 или 720 способов их рассадки. Давайте подведем небольшой итог. Сегодня мы узнаем, что такое перестановки и научились находить число перестановок. Спасибо большое за внимание и до встречи на следующем уроке.